Смотрите, как это делается. Надо нарисовать овал. Согласитесь, что ничего, так сказать, сложного, сверхъестественного нет. И нарисовать второй овал. Вот это будет С, а вот это... Покажи, понятно? Да, С. Что? Соседич, на предыдущей картинке я не точно так же. Смотрите, там была пара горизонтальных, была пара вертикальных, которые пересекались. Да. Теперь нужно сделать следующее. Нарисовать вот так вот. Такие же два овала. Так, я нарисовал овал А. И вроде бы понятно, что вот это вот пересечение всех трех, вот это вот А и С без Д и так далее. Овал Б. Он должен быть вытянут вдоль А. Я нарисую вот так. Нормально? А вот теперь интересный вопрос. Мне заходить за пересечение или не заходить? Не заходить. Нет, не заходить. Думаете, мне заходить? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ребята, а мне нужно было именно восемь пересечения. Потому что, если бы пересечение было шесть, то это означает, что добавилось бы шесть трех. Ксюшевич, вы одну компоненту пересекли два раза, а одну нет. Видите треугольник такой, кривоугольник? Вы его пересекли нольно. Левую часть сделать чуть выше. Потому что пересечение А, С и Д целиком вошло в этот овал. Смотрите, если сделать левую сторону, вот лево-низ, можно поднять У, Б. Левый-низ, пунктир на прямой. Если сделать по другую сторону пересечения, то все будет хорошо. С удовольствием. Я для этого и рисую вот эту тему. Потому что мне надо прицелиться. Итак, Оля предлагает нарисовать вот так. Пересечение вот этих вот А, С и Д, вот такой вот жидкий треугольник, не целиком содержится в моем аморке. Так. Ну что, господа? Рискуем обвести? Рискуем обвести все нули. Это вот те точки, что называется, внешняя область, которые не лежат ни в одном из этих овалов. Дальше, я вас все-таки прошу, нет, нормально, это уже правильно написали. Не надо убирать то, что написали. Прошу вас, 0, 0, 0, 1. Это где? Это в Т. 0, 0, 0, 1. Молодец. Дальше. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1. Нет, это не верно. 0, 0, 1, 1. Это то, что лежит и в С, и в Д, и больше в И. 0, 0, 1, 1. Молодец. 0, 1, 0, 0. Да. 0, 1, 0, 0. Спасибо. 0, 1, 0, 1. То есть еще и в Д должно лежать. Да, 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 молодец. Не, не, чуть ниже. Чуть ниже. Нет. Отойди, отойди от носки. Да, вот здесь. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0. Принадлежит и В, и С, и Д. Ноль и все единичные. Правильно. 0, 3, единичные. Теперь переходим. 1 и все 0 его уже написали. 1, 0, 0, 1. Я рисую вам эти буквы. Отлично. Теперь смотрим. 1, 0, 1, 0. Это А и С. Предадлежит А и С, да. Это А. Саша, да. Да. Это не А. А еще и В принадлежит. А надо принадлежать только А и С. За нижней. Я здесь не пьем. Вот это здесь. Да. 1, 0, 1, 0. Отлично. 1, 0, 1, 1. Это где? Надо не принадлежать В, а всем трем другим принадлежать. А. Это М. Это М. Да. 1, 0, 1, 1. Так. Теперь 1, 1, 0, 0. То есть принадлежать А и В другим не принадлежать. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. А. То есть надо не принадлежать С. А всем другим принадлежать. Е. Е. А. 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 Так, давайте смотреть. В математике буквы остались немецкие по традиции. Поэтому это никакой не А, а это И. Да, как положено. В ладинском алфавете. Не принадлежит С, предадлежит А, В. Отлично. Так, осталось чуть-чуть. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. То есть не принадлежит Т. 2 овала ориентированы по густому. Продолжение следует...